Опера Владимира Мартынова «Упражнение и танцы Гвидо» – уникальный спектакль в репертуаре нашего театра. Когда много лет назад лидер советского и российского музыкального авангарда, шутник, парадоксалист, мыслитель, философ Владимир Мартынов писал эту оперу, он будто нарочно написал ее в жанре антиоперы. Он выбрал латинский язык, потому что никто его не понимает. Главный герой этой оперы Гвидо Дореццо не имеет ни одной ноты вокальной партии. Но при этом опера говорит с нами об очень важных вещах. Святой Гвидо задумал реформировать музыку и систему записи нот для того, чтобы сохранить любимый им григорианский хорал – восхождение в небеса, восхождение к Господу. Но невероятным парадоксальным образом, и думаю, именно в этом был замысел Владимира Мартынова, система, придуманная Гвидо, уничтожила григорианский хорал, но подарила нам всю европейскую музыкальную культуру последующих столетий и тысячелетий. То, что мы сегодня знаем как современную музыку, возникло благодаря нотам Гвидо Дореццо. Я много лет мечтал, чтобы этот спектакль, эта опера поселилась в моем любимом театре, в уникальном театре, в театре имени Натальи Сац, единственном в мире театре оперы и балета для детей и юношества. Мы долго искали пространство для этого спектакля, и я очень рад, что вместе с замечательной художницей Валентиной Останькович мы нашли вот это пространство, пространство живописного цеха нашего театра. Оно не является театральным залом, оно не является храмовым залом, но в чем-то, в своей архитектуре, в своих свойствах, в своем втором этаже, оно повторяет структуру храма. И мне кажется, что именно здесь возникает это невероятное ощущение постепенного восхождения в небеса, потому что, собственно, зачем нам дано искусство, зачем нам дана музыка, чтобы хотя бы на секунду прикасаться к небесам. Я бесконечно рад и бесконечно благодарен каналу Культура, который решился на этот маленький подвиг зафиксировать для истории, для зрителей этот, нам кажется, очень важный спектакль. Я очень рад, что мы на новом витке технологических достижений телевидения обращаемся к столь важному, как мне кажется, для фиксации истории театра жанру телеверсии этих спектаклей. Я очень надеюсь, что даже через экран, который является модератором совершенно другого вида искусства, вы почувствуете сопричастность к театральному действу в нашем театре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Звучит песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!